Площадь Театральная, улица Большая и Тимакова. Это лишь часть мест, на которые жаловались местные жители. Причина негодования очень простая. Пешеходный светофор горит очень мало. Если на площади Ленина время работы зеленого человечка регулируется в зависимости от времени суток, то в отдаленных районах все куда сложнее. Эксперты заявляют, что все светофоры, которые не подключены к зеленой волне, работают по установленным алгоритмам. Вот только вопрос, кто прописал такие неудобные интервалы. Малое время работы пешеходного светофора списывают на ситуацию с дорогами. И транспорту надо успеть проехать, и пробку не создать. Кажется, что только о пешеходах порой забывают. На пешеходный переход на улице Яблочково жители ближайших домов жаловались неоднократно. Мол, он и работает мало, и пожилые люди попросту не успевают перейти дорогу. Однако, скорее всего, так было раньше. Теперь на переход этого участка пути дается целых 17 секунд. Правда, и этого времени не всегда хватает. Стоит зазеваться, и завершать маневр придется уже на красный сигнал светофора. В пример стоит привести театральную площадь. Здесь одновременно работают 4 пешеходных перехода. А перейти по диагонали у людей просто не хватает времени. Кроме того, по правилам дорожного движения этого делать нельзя. Диагональной зебры здесь нет. Так что приходится или лишнее время постоять, или все-таки пробежаться вопреки правилам. Ситуация со светофорами на улице Краснорядской и того хуже. Не успеют люди перейти и половину дороги, как зеленый, уже начинает мигать. К тому же, если вы не стояли у края дороги в терпеливом ожидании смены сигнала, перейти вы попросту не успеете. Переход на улице Краснорядска не такой уж и большой. Всего порядка 10 метров. И на весь этот путь дается меньше 15 секунд. Для кого-то этого достаточно, однако многие пешеходы считают иначе. Бывает, прям мы не успеваем бегом, приходится бежать. Очень быстро мигает светофор. Молодые перебегут, важные люди, естественно, им сложно. Перейти дорогу очень невозможно. Я сама автолюбитель и всегда прям переживаю за людей, которые переходят. Это очень маленькое время, к сожалению. В правилах дорожного движения 14.3 сказано, что на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления. В Центре организации дорожного движения про интервалы работы светофоров рассказывать не стали. Лишь уточнили, что этот вопрос относится к Дирекции благоустройства города. Наш телеканал отправил туда официальный запрос. И в данный момент ожидаем ответ от Дирекции благоустройства города. Мы будем держать вас в курсе событий.